Омикрон, что называется, накрыл город своей волной. Только всем показалось, что можно выдохнуть, как появилась новость, что за три дня в Рязанского КБ количество заразившихся омикроном увеличилось геометрически. В правительстве отмечают, что динамика эта, к сожалению, положительная. Сегодня мы столкнулись с совершенно иной волной, которая в первую очередь дает колоссальную нагрузку на амбулаторную систему. Мы видим, что только за последние три дня количество обратившихся за пациентов с положительными анализами увеличилось в три раза. Поэтому мы собрали все ваши заявки по каждой медицинской организации. Это необходимо нам 139 студентов-медиков, 39 волонтеров из медвуза, 203 волонтера немедицинских работников. И уже работают 35 автомобилей правительства Рязанской области, которые оказывают помощь в наших организациях. Высокая температура, лихорадка, сухой кашель и одышка – это симптомы, можно так сказать, уже привычного нам штамма коронавируса Дельта. Сейчас же новую волну вызвал уже омикронштамм. Разница в симптомах, кстати, есть. Об этом рассказала Надежда Бачманова, врач-инфекционист, с которой мы связались по видеосвязи. При омикронштамме остается высокая температура тела до 38-39 градусов. Возможно, характерны такие симптомы, как ренорея, это насморк, заложенность носа, сухой кашель, головные боли, ломота в мышцах и суставах. Лечатся пациенты преимущественно амбулаторно. И в социальных сетях уже появилось мнение, что омикрон переносится легче. Цитируя классиков, но это не точно. Предварительная информация говорит о том, что штамм омикрона будет протекать легче, чем дельташтамм. Но для того, чтобы нам полностью удостовериться в этом или опровергнуть это, нужны еще дополнительные данные. Поэтому по мере сбора эти дополнительные данные, информация будет обновляться и, я думаю, будет предоставляться нам в открытом виде. Группа риска, кстати, та же. Люди с соматическими, хроническими и онкозаболеваниями. Поэтому не стоит забывать о таком простом способе защиты, как медицинские маски. Руки и лицо следует тщательно мыть. По возможности стараться избегать мест скопления людей и плохо проветриваемых помещений. Врачи же настоятельно рекомендуют сделать прививку от коронавирусной инфекции. По статистике, вакцинированные переносят новый штамм амбулаторно. Или не попадают к врачам вовсе. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.